Я делал всё, что могло убить меня. Раз двадцать. И это не для того, чтобы показать, что я могу делать то, что другие не могут. Речь идёт о том, чтобы раздвинуть границы своих возможностей. Молодёжь без приключений — не молодёжь. Первый вопрос от Джорджи. Садгуру, мы знаем, что вы всегда открыты приключениям, но многие молодые люди беспечно увлекаются экстремальными видами спорта и даже погибают в процессе. Что вы посоветуете молодым людям, увлекающимися экстремальными видами спорта? Что ж, я не имею права давать советы в этой сфере, потому что я делал всё, что могло убить меня, раз двадцать. Но я всё ещё жив. Так что в вашей жизни могут быть авантюры, или же ваша жизнь может быть полна приключений. Приключения означают, что вы не знаете, каким будет ваш следующий шаг. Это и есть приключения. Это означает, что существует опасность. Когда нет угрозы и всё безопасно, то нет и приключений. Не так ли? Это просто небольшая авантюра. Я не против авантюр, но вы говорите о приключении. Это означает, что вы вступаете в неизвестность. Не так ли? Если вы берётесь за то, что предсказуемо и вам знакомо, это не приключение. Это просто занятие. Я должен признаться вам, зачем мне говорить всё это? Это может побудить некоторых сумасшедших на сумасшедшие поступки. Мой отец был врачом, и он всегда беспокоился обо мне. Больше всего его беспокоила одна вещь. Он бил себя по голове и говорил, у этого мальчика нет страха в сердце. Что с ним будет? Я слышал это с 5-6 лет. У него нет страха, что же будет, что же будет. Однажды, когда мне было 11, он сказал то же самое. Тогда к нам заползла кобра, почти 4-х метровая, а я просто схватил её и вынес. Он увидел это впервые, хотя я делал это с 6 лет. Но тогда он увидел это в первый раз. Ещё у него был скутер Vespa. Я катался на нём с 9 лет, и отец об этом не догадывался. Я мол для него скутер, но ещё и катался. У нашего дома была дорога вот с таким склоном. Я переключал скутер на нейтральную передачу, вставал на сиденье и таким образом съезжал вниз. Однажды отец увидел это, и у него оборвалось сердце. Он сказал, у этого мальчика нет страха в сердце, что делать? Тогда я спросил его, с каких пор страх стал достоинством? На что он ответил, вот видите, я же говорю, у него совсем нет страха. Почему же мы считаем, что должны прожить жизнь в страхе? Страх — это худшее из эмоций, которые испытывает человек в своей жизни. Страх возникает потому, что вы воображаете себе то, чего ещё не произошло. Да? Вы что-то себе воображаете. Итак, вы страдаете не от какой-то ситуации, вы страдаете от собственного воображения. Воображение — это фантастическая вещь. Вы, архитекторы, должны воображать. Но если вы будете бояться, что каждое здание, которое вы представляете, может упасть, это сведёт вас с ума. Даже в архитектуре есть приключения. Не так ли? Вы должны увидеть Ранакпур. Вы видели Ранакпур в Раджастане? Обязательно посмотрите. В 20 километрах от Ранакпура находится крепость Кумбалгарах. Это вторая по величине стена на планете. Об этом знают только индийцы, потому что мы держим в тайне всё, чем должны гордиться. Этот архитектор — безумец. Но при этом он был вполне здравомыслящим, сумасшедшим, потому что знал, что делает. Допустим, вы строите храм, в котором тысяча колонн. Если вы заботитесь о безопасности, что вы сделаете? Предположим, однажды одна колонна рухнет, ведь тогда при строительстве использовали только камень. Не было арматуры, бетона и других материалов. Вы должны предусмотреть, что если одна колонна упадёт, то храм будет поддерживать другая. Но нет, этот архитектор был настолько дерзок, что если убрать одну колонну, обрушится весь храм. Его гордость, ум и талант привели к следующему архитектурному решению. Если обвалится одна колонна, весь храм перестанет существовать. И храм стоит, как ни в чём не бывало, уже 500-600 лет. Что-то похожее вы увидите в центре йоги Иша. Мы построили эллиптический купол, без арматуры и бетона. А его толщина сверху всего 20 сантиметров. И чтобы попугать людей, я оставил отверстие диаметром в 2,7 метра. Мне говорили, всё рухнет. Нет, не рухнет. Чем бы вы ни занимались в своей жизни, не имеет значения чем, в каждой её сфере есть место для приключений. Это значит, что вы должны положиться на свои способности и компетенцию и сделать на шаг больше этого. Конечно, в этом есть риск. Но без риска нет приключений, не так ли? Будут ли молодые люди погибать? Да, к сожалению, иногда такое случается. До того, как мне исполнилось 35, по крайней мере 12-13 моих друзей погибли. Кто-то на мотоцикле, кто-то на дельтаплане. Всё это мы делали вместе. Меня это не убило. Но смог бы я жить, не сделав этих вещей? Нет. Даже если бы одна из этих ситуаций меня прикончила, всё равно я бы сделал это. И делал я это не для того, чтобы показать, что я могу делать то, чего не могут другие. Дело не в этом. Речь идёт о том, чтобы выйти за пределы своих возможностей. Но сегодня мир гораздо более организован. Есть много разного снаряжения. Когда мы делали что-то безумное, у нас не было никакого снаряжения. Мы делали всё просто так. Но сегодня есть безопасное снаряжение, разные механизмы, сетки и многое другое. Кто-то из вас может начать приключения, хорошо и правильно снаряжившись. Допустим, ребята, у них появляется мотоцикл или скутер, они хотят сделать трюк. Как я, например, ездил на скутере стоя. Если они захотели это сделать, вы не можете их остановить. Тогда нужно позаботиться о том, чтобы они не делали этого на улицах. Мы должны создать пространство, где они могут заниматься этим с разумной степенью безопасности. Будет ли это безопасно на сто процентов? Нет. Ничто не является безопасным на сто процентов. Все мы смертные, не так ли? Но мы должны создать разумную степень безопасности, чтобы молодёжь могла поучаствовать в приключениях с минимальным риском. Приключений без риска не существует. Многие очень удивились, когда я поддержал Джаликату, традиционные в Таналнаде игры с боками. Они сказали садгуру, вы не должны так говорить. Я ответил, можете ли вы построить спортивные арены в каждой деревне? Можете ли вы в деревне предоставить возможность молодёжи играть в футбол или заниматься другими активными видами спорта? Там нет ничего, всё, что им доступно, это традиционные состязания, которые проводятся один раз в год. Это, конечно, опасно, но это исходит из традиций. И животные, и человек могут пострадать. Для человека это даже опаснее, чем для животного. Когда я так говорил, все возражали, «Вы не можете так говорить». Я сказал, молодёжь без приключений — не молодёжь. Вы можете прямо сейчас похоронить их как стариков. Им нужно чем-то заниматься. Но это не значит, что они должны делать безумные вещи на улицах. Мы можем создавать для них события и места, где они могут заниматься этим с разумной степенью безопасности. Абсолютной безопасности не существует. Некоторые родители, присутствующие здесь, не отобряют этого. Но... Иначе дети просто будут делать это в тайне от вас. В США я обратил внимание на одну вещь. У нас есть центр в Теннесси. В магазине мотоциклов я увидел мотоциклы для трёхлетних детей. Для них сделали мотоциклы. Трёхлетние дети катались на внедорожных мотоциклах. Я подумал, что это здорово. Там были их родители, дети катались в шлемах, куртках, во всей экипировке. Это здорово. Так и должно быть. Иначе они будут делать что-то безумное, когда им будет 15-16 лет, без тренировки, без подготовки, без безопасного снаряжения. И мы не знаем, чем это для них закончится.